Здравствуйте! Сегодня наша лекция носит название «Виды межкультурной коммуникации». В зависимости от сочетания способов, приемов и стилей общения в коммуникативистике принято выделять три основных вида межкультурной коммуникации. В соответствии с этим строится наша лекция. Посмотрите на слайд, где вы видите план. Первый вид – это вербальная коммуникация, второй вид – невербальная коммуникация, и третий – это паравербальная коммуникация. Начнем с вербальной коммуникации. Как вы уже знаете, каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой носители имеют возможность общаться друг с другом. В науке различные формы языкового общения получили название вербальных средств коммуникации. И под вербальной коммуникацией понимается языковое общение, которое выражается в обмене мыслями, информацией, эмоциональными переживаниями собеседников. Вам известно, что язык является элементом культуры. И в межкультурной коммуникации язык рассматривается как средство общения, которое предназначено для взаимопонимания участников коммуникации. Использование языка в качестве основного средства вербальной коммуникации предполагает, что каждому слову или звуку придается специальное, только ему свойственное значение. Для носителей данного языка это значение является общепринятым и помогает им понимать друг друга. Однако в современном мире насчитывается около трех тысяч языков. В каждом из которых создана своя языковая картина мира, которая предполагает своеобразное специфическое восприятие мира носителями того или иного языка. Поэтому при коммуникации, которая происходит между носителями различных языков, могут возникать ситуации языкового, вернее, и возникают ситуации языкового несоответствия, которое проявляется в отсутствии точного эквивалента для выражения какого-либо понятия, или бывают случаи отсутствия самого понятия. Как правило, основой для такого несоответствия служат предметы и отражающие их понятия, характерные только для данной культуры и отсутствующие в других культурах, а также разные культурные представления о них. В таких случаях происходит языковое заимствование и используются понятия из других языков в своем исходном значении. Вербальная коммуникация, как считают специалисты по теории коммуникации, может происходить преимущественно в форме диалога или монолога. Диалогом называется форма общения, состоящая из обмена высказываниями двух взаимодействующих сторон или партнеров. На практике диалог представляет собой взаимные реплики собеседников, которые, в свою очередь, являются естественным ответом на побуждение собеседника или реакцией на происходящее вокруг. В теории коммуникации диалог считают первичной, естественной формой языкового общения, генетически восходящей к устно-разговорной сфере. Специалисты по коммуникации выделяют следующие типы диалога. Они указаны на слайде. Первый – это информативный, состоящий из вопросно-ответной коммуникации и имеющий своей целью получения информации. Следующий тип – прескриптивный, содержащий просьбу, приказ, обещание или отказ выполнить какое-либо действие. Третий тип – обмен мнениями. Он представляет собой общение дискуссионного характера между собеседниками с равной коммуникативной компетенцией. И, наконец, праздноречивый, представляющий собой эмоциональное общение собеседников. Это могут быть жалобы, хвостовство, восхищение, опасение и так далее. Или же диалог информационно-бесцельный, не имеющий определенной цели, но достаточно интеллектуальный разговор. Диалог детерминируется такими социальными характеристиками участников, как социальный статус, роль, профессия, этническая принадлежность, возраст. В зависимости от этих факторов выбираются темы, языковые средства и позиции в языковом общении. Для диалога характерны повторения каких-либо слов за собеседником, дополнения, намеки, междометия и так далее. Особенности диалогической речи в значительной степени зависят от степени близости и взаимопонимания собеседников. То есть в разговоре одну и ту же мысль можно выразить по-разному, если вы ее адресуете близкому другу, или же в другом случае родителям, или коллегам и так далее. Монолог – это речевая форма общения, рассчитанная на пассивное и опосредованное восприятие, поскольку произносится одним человеком при обращении к другому человеку или ко многим людям. Монологическая речь сложна по своему строению. Она продолжается достаточно долго, не перебивается репликами и часто требует предварительной подготовки. Здесь необходимо строго придерживаться последовательности, логики и грамматической правильности высказывания. Основными признаками монолога являются большая протяженность реплик, композиционная сложность, стремление выйти за тематические рамки общения. В риторике и теории коммуникации выделяются несколько типов монолога, которые различаются методом изложения материала. В зависимости от методов принято выделять следующие типы монолога. Обратите внимание, они указаны на слайде. Первый тип – это драматический, при котором сложный вид речи дополнительно сопровождается другими средствами коммуникации – мимикой, жестами, пластическими движениями и другими движениями. И еще один тип – это информационный монолог, который означает сообщение различного рода. Рассмотрев характеристики диалога и монолога, перейдем к рассмотрению стилей общения. Каждому из нас присущ свой стиль общения, который накладывает свой отпечаток на взаимодействие с другими людьми. Согласно исследованиям, стиль общения зависит как от индивидуальных особенностей и личностных черт человека, так и от общепринятых в данной культуре норм общения, ну а также от отношения к людям. В связи с этим коммуникативный стиль можно определить как совокупность устойчивых и привычных способов поведения, присущих данному человеку, и которые используются им при установке отношений, при взаимодействии с другими людьми. Практика показывает, что эффективная межкультурная коммуникация требует знания и умения использовать все ее компоненты. И важное место принадлежит нескольким стилям вербальной коммуникации, которые основываются на искусственном владении также всеми речевыми жанрами. Какими жанрами? От реплики или комментария до лекции, доклада, до публичной речи. Как и многие другие, стили вербальной коммуникации также существенно варьируются в разных культурах. В коммуникативистике обычно выделяют три группы стилей вербальной коммуникации. Прямой и непрямой – это первая группа. Искусный и краткий. И третья группа – инструментальный и аффективный. Перечисленные стили вербальной коммуникации в той или иной степени присутствуют во всех культурах, но в каждой конкретной культуре оцениваются по-своему. Каждому из них придается собственное значение. То есть в каждом случае стиль коммуникации отражает ценности и нормы, которые лежат в основе соответствующей культуры. И вот эти нормы и ценности усваиваются в основном в детстве и определяют способы взаимодействия человека с окружающим миром. На процесс взаимопонимания вербальной коммуникации также оказывают влияние такие характеристики речевого общения, как коннотация, полисемия, синонимия, наблюдение, оценка. Я предлагаю вам самостоятельно выписать из словарей, из левистических словарей определение этих характеристик, коннотация, денотация, полисемия, синонимия, оценка, и привести примеры, собственные примеры. А сейчас мы переходим к невербальной коммуникации. Как вы поняли, вербальное общение является основным видом человеческой коммуникации, но оно сопровождается различного рода несловесными действиями, которые помогают понять и осмыслить речевой текст. Хотя сам язык является эффективным и продуктивным инструментом человеческого общения, все же это не единственное средство коммуникации. Установлено, что с помощью языка люди передают не более 70% информации своим собеседникам. Остальная информация передается с помощью несловесных средств, которые получили название невербальных. Сферу невербальной коммуникации составляют все неязыковые сигналы, посылаемые человеком и имеющие коммуникативную ценность. Итак, под невербальной коммуникацией мы понимаем совокупность неязыковых средств, смыслов, знаков, используемых для передачи информации и сообщений в процессе общения. Невербальная коммуникация является самой древней формой общения людей. Исторически невербальные средства коммуникации были развиты раньше, чем язык. В основе невербальной коммуникации лежат два источника. Биологические, то есть врожденные и социальные, или приобретенные в ходе социального опыта человека. И вот именно эта двойная природа невербальной коммуникации объединяет наличие универсальных, то есть понятных всем знаков, а также специфических сигналов, которые используются в рамках только одной культуры. На основе признаков намеренности, ненамеренности невербальной коммуникации можно выделить три типа невербальных средств. Первое – это поведенческие знаки. Они обусловлены физиологическими реакциями. Что это может быть? Побледнение, покраснение, или потоотделение от волнения, дрожь от холода или страха. Ко второму типу относятся ненамеренные знаки, употребление которых связано с привычками человека. Но иногда их называют самоадаптерами. Это может быть почесывание носа, качание ногой без причины, покусывание губ и другие признаки. И, наконец, третий тип невербальных средств – это, собственно, коммуникативные знаки. Что это такое? Это сигналы, передающие информацию об объекте, событии или состоянии. Когда говорят о невербальной коммуникации, то прежде всего подразумевают дополнительную информацию о человеке, которую дает его внешний вид и выразительные движения. Жесты, мимика, позы, одежда, прическа, окружающие предметы, привычные действия – все это представляет собой определенный вид сообщений. И вот прочтение этих элементов поведения собеседника способствует достижению более высокой степени взаимопонимания. Внимательное отношение к информационным источникам такого рода позволяет получить дополнительные сведения о партнере, о его внутреннем мире, настроении, чувствах и переживаниях. Люди используют невербальное общение для того, чтобы точнее и понятнее выразить свои мысли, чувства, эмоции. Эта цель является общей для всех культур, но в разных культурах элементы невербального языка имеют разное значение. Так, покачивание головой из стороны в сторону для нас означает «нет», в то время как для болгарина это значит «да». Невербальные послания имеют значение, как я уже говорила, соответствующее данной культуре. Несмотря на двойственный характер, невербальные знаки заключают в себе большой объем разносторонней информации о личности партнера, об отношении участников друг к другу, об отношении к ситуации общения. Подробное рассмотрение невербальной коммуникации достигается через раскрытие ее основных форм и способов. К ним относятся. Кинесика – это совокупность жестов, поз, тела, движений. Далее, следующий глоб токесика – это рукопожатие, поцелуи, поглаживание, похлопывание и другие прикосновения к телу собеседника по коммуникации. Следующая форма – это сенсорика, то есть совокупность чувственных восприятий, основывающихся на информации от органов чувств. Проксемика – это способы использования в процессе коммуникации. И хронемика – это использование времени в процессе коммуникации. Давайте подробно остановимся на этих формах и способах. Начнем с кинесики, которая представляет собой совокупность жестов, поз, телодвижений, используемых при коммуникации в качестве дополнительных выразительных средств общения. Этот термин был предложен для изучения общения посредством движений тела. Кин – это мельчайшая единица движения тела человека, расшифровка которой позволяет интерпретировать передаваемые через жесты и другие движения сообщения. Поведение человека складывается из кинем так же, как человеческая речь, из последовательности слов, предложений, фраз. Кинемы выполняют роль дополнения или замещения речевых сообщений. Это не только движение лица и тела, но и оформление внешности, походка, почерк и другие элементы. Элементами кинесики принято считать жесты, мимику, позы и взгляды, которые имеют как физиологическое происхождение, например, зевота, потягивание, расслабление, так и социокультурное происхождение. Это могут быть, например, если вы хотите изобразить победу, тогда у вас будут широко раскрытые глаза, сжатый кулак, например. Следующее средство невербальной коммуникации – это жесты, которые представляют собой различного рода движения тела, рук или кистей рук, сопровождающие речь человека и выражающие отношение человека к собеседнику, к какому-то событию, другому лицу, другому предмету, и который свидетельствует о желаниях и состоянии человека. Большинство людей во время общения используют руки, чтобы подчеркнуть наиболее важные места в разговоре, указать на предметы или людей, выразить мысли жестом и проиллюстрировать свое высказывание. Считается, что жесты имеют социальное происхождение, и поэтому межкультурные различия проявляются в них особенно ярко. Например, выражая свое одобрение в общественных местах, немцы не аплодируют в ладоши, как это принято делать в других культурах, а стучат костяшками пальцев по крышке стола, свистят или кричат. Ну или всем известный пример, когда при счете в одних обществах пальцы сжатого кулака разгибают, а в других загибают. Используемые во всех культурах жесты можно условно разделить на произвольные и непроизвольные, культурно обусловленные и физиологические. Так, зевота или почесывание могут быть отнесены только к физиологическим жестам. Это так называемые жесты-адаптеры. Но большая часть жестов культурно обусловлена. Они являются символами и носят договорной характер. Жесты и телодвижения зачастую выдают принадлежность человека к какой-либо культуре, даже если он в совершенстве владеет иностранным языком. То есть язык жестов весьма информативен. И в межкультурной коммуникации это обстоятельство может иметь как положительные, так и отрицательные результаты. Многочисленные случаи и факты того и другого характера позволяют сделать вывод, что если вам неизвестны точные значения жестов при общении с представителями других культур, то лучше всего вообще исключить их из процесса общения. Поза – это положение человеческого тела и движение, которое принимает человек в процессе коммуникации. Это одна из наименее подконтрольных сознанию форм невербального поведения. И поэтому она выдает истинное состояние человека больше, чем выражение его лица. Почему? Дело в том, что человека с раннего детства обычно учат владеть своим лицом при выражении каких-либо чувств, но не обучают сознательно управлять положением своего тела. И поэтому именно поза может рассказать нам о настоящих переживаниях людей и истинном отношении их к окружающим. Наблюдение за позами дает значимую информацию о состоянии человека. Напряжен он или раскован, настроен на неторопливую беседу или ждет окончания общения. Специалистам известно около тысячи различных устойчивых положений, которые способны принимать человеческое тело. В коммуникативистике при общении принято выделять три группы поз. Первое. Включение или исключение из ситуации общения. Или другими словами, открытость или закрытость для контакта. Закрытость достигается скрещиванием на груди рук с плетенными в замок пальцами, фиксирующими колено в позе нога на ногу, отклонение спины назад и другие элементы. При готовности к общению человек улыбается, голова и тело повернуты к партнеру, и туловище также несколько наклонено вперед. Следующий тип – это доминирование или зависимость. Доминирование проявляется в так называемом нависании над партнером или может выражаться похлопывание его по плечу. Также может быть такой сигнал, как рука на плече собеседника. Ну а зависимость чаще выражается во взгляде снизу вверх, в сутолости. Еще один тип поз – это противостояние или гармония. Противостояние проявляется в такой позе сжатые кулаки, выставленные вперед плечо или же руки на боках. Ну а гармоничная поза всегда синхронизирована с позой партнера. Она открыта и свободна. Как и другие элементы невербальной коммуникации, позы различаются не только в разных культурах, но и в рамках одной культуры, но в разных социальных и полувозрастных групп. Ну, например, почти все западные люди сидят на стуле, положив нога на ногу. Но в ряде азиатских стран, если европеец сядет и направит подошву ботинок на своего собеседника, то тот почувствует себя униженным и обиженным. Если это произойдет при встрече с арабским партнером, то он может воспринять это как глубокое оскорбление, потому что нога считается такой низкой частью тела. Перейдем к телодвижениям. Моторика тела также помогает человеку выражать свои чувства и намерения. Так человек проявляет по отношению к своему собеседнику большую открытость, если стоит к нему лицом, а не боком. Неприязнь у сидящего человека проявляется в напряжении тела. Ну, или наоборот, расслабление тела или же наклон вперед могут выражать симпатию. Телодвижения могут также использоваться для выражения желания закончить разговор или начать разговор. Например, в американской культуре применяется несколько жестов, когда есть желание поменять тему разговора, высказаться самому или закончить беседу. Ну, какие-то. Наклониться вперед, перестать смотреть собеседнику в глаза, когда вы уже желаете закончить разговор, или поменять позу, или часто кивать головой, или касаться обеими ногами пола. Все эти тонкие намеки имеют, как правило, практический эффект и меняют характер общения. Несмотря на наличие общечеловеческих жестов, разумеется, они не одинаковы у всех народов. То есть один и тот же жест или выразительное движение у разных народов может означать различные вещи. К практическому занятию также подготовьте примеры. А сейчас мы переходим к следующему важнейшему элементу невербальной коммуникации. Это мимика. Что такое мимика? Это все изменения выражения лица человека, которые можно наблюдать в процессе общения. Чтение мимики лица и ответное выражение своих чувств мимикой является очень важным аспектом контакта людей в процессе общения. Нередко по лицу человека можно узнать больше, чем из его слов. Он говорит одно, а мимика свидетельствует о том, что он, например, не верит своим словам. Именно мимика позволяет выразить все универсальные эмоции. Печаль, счастье, отвращение, гнев, удивление, страх или презрение. Считается, что в выражении лица участвует 55 компонентов, сочетание которых способно передать до 20 тысяч смыслов. Мимика складывается из спонтанных и произвольных мимических реакций. Осознанный контроль над выражением лица позволяет нам усиливать, сдерживать или скрывать переживаемые эмоции. Для усиления эмоций мы делаем нашу мимику более выразительной и точной в соответствии с характером процесса коммуникации, в соответствии с его содержанием. Так, например, мы можем несколько преувеличить свою радость при получении подарка или показать себя более огорченным, чтобы подчеркнуть недовольство. Несмотря на то, что каждый человек является достаточно опытным интерпретатором мимических реакций других людей, его выводы зависят от множества субъективных причин. Кто-то может долго не замечать явного выражения лица своего партнера, или другой, напротив, видит только те знаки, которые подтверждают его собственную установку в отношении какой-либо ситуации. Третий человек замечает только те эмоции, которые характерны для него самого, не воспринимая всё чуждое. То есть разные люди в различной степени способны контролировать свою мимику. Но следует отметить, что всё-таки нам надо учитывать этот факт, и надо осознавать, что мимику можно научиться интерпретировать. Теперь перейдём к окулистике, которая означает общение между людьми с помощью глаз. Это общение глаз, и это общение также является главным элементом невербальной коммуникации. Визуальный контакт может обозначать начало общения. В процессе общения он может являться знаком внимания, поддержки, или наоборот, он может указывать на прекращение общения. Установлено, что направление взгляда в общении зависит от содержания общения, от индивидуальных различий и от сложившегося характера взаимоотношений. Так вот, значит, особенности визуального общения исследуются окулистикой, и которая представляет собой использование движения глаз, или, как ещё говорят, контакт глаз, или же визуальный контакт. Это очень важная сфера, и в последнее время так подробно изучается, поскольку с помощью глаз человек может выразить богатую гамму чувств, эмоций. Действительно, взгляды бывают очень красновечивые, они могут выражать самые различные чувства, состояния. С помощью глаз мы выражаем такие точные, достаточно точные сигналы, открытые сигналы. И, значит, если вы можете контролировать свои жесты или телодвижения, то контролировать реакции своих зрачков практически невозможно. То есть зрачки непроизвольно расширяются и сужаются, и тем самым передают точную информацию о вашей реакции на любое событие. Кстати, зная это свойство зрачков, очень многие восточные торговцы знают, когда можно приостановить торг. То есть расширенные зрачки говорят о удовлетворенности человека. Исследования окулистики показали, что человек способен воспринимать чужой взгляд без дискомфорта не более трех секунд. Визуальный контакт также может варьироваться в зависимости от того, какой человек, какого пола находится с вами в контакте. Обычно доминирующие и социально уравновешенные личности чаще вступают в визуальный контакт. Как и прочие элементы невербальной коммуникации, поведение глаз различается в разных культурах и может стать причиной непонимания в межкультурной коммуникации. Например, в западных культурах прямой взгляд считается важным показателем в общении. Если человек не смотрит на своего партнера, то окружающие принимают его за неискреннего, поскольку считают, что человеку, который не смотрит тебе в глаза, нельзя доверять. Напротив, жители Африки рассматривают опущенный взгляд как проявление уважения. Или вот камбоджийцы, например, считают, что встретить взгляд другого человека оскорбительно, так как это означает вторжение в их внутренний мир. А отвести глаза считается, напротив, признаком хорошего тона. Перейдем к такесике. Сопоставление поведения представителей различных культур позволило установить, что при общении используют разнообразные виды прикосновений к своим собеседникам. К прикосновениям относятся прежде всего рукопожатия, поцелуи, поглаживания, похлопывания, объятия и тому подобное. И особое научное направление, изучающее значение и роль прикосновений при их общении, их получило название такесика. Тактильное вам слово, может быть, известно, да? Люди прикасаются друг к другу по разным причинам, разными способами, в разных местах. Исследования показывают, что разнообразные прикосновения необходимы человеку, поскольку стимулируют и регулируют его общение с другими. В зависимости от цели и характера прикосновения, можно разделить на следующие типы. Профессиональные. Они носят безличный характер. Человек при этом воспринимается только как объект общения. Например, осмотр врача. Ритуальные прикосновения. Это рукопожатие или дипломатические поцелуи. Дружеские прикосновения. И еще один тип – это любовные прикосновения. Использование прикосновений зависит от ряда факторов, среди которых наиболее важными являются тип культуры, принадлежность к женскому или мужскому полу, возраст, статус человека и тип личности. Каждая культура выработала свои правила прикосновений, которые регулируются традициями и обычаями, ну а также принадлежностью к тому или иному полу. Например, в культуре латиноамериканцев, народов Южной Европы прикосновения очень распространены при приветствии обязательно, но, например, при общении японцев, индийцев или пакистанцев они исключены. Латиноамериканцы полагают, что не касаться при беседе партнера означает вести себя холодно. Итальянцы убеждены, что так ведут себя недружелюбные люди, которые не касаются своих партнеров по коммуникации. Японцы же считают, что касаться собеседника человек может только при полной потере самоконтроля, либо выражая недружелюбие или агрессивные намерения. С этой точки зрения культуры можно разделить на контактные, в которых прикосновения очень распространены, и дистантные, где они совсем отсутствуют. Умелое и грамотное использование прикосновений может значительно упростить процесс коммуникации и выразить многие человеческие чувства и настроения. Также может вызвать доверие расположение партнера. Сенсорика — это особый тип невербальной коммуникации, который основывается на чувственном восприятии представителей других культур. То есть, как я уже отмечала, это все происходит на основе наших органов чувств. То есть, мы строим наше общение с собеседником, в том числе и в зависимости от того, может быть, это не главный элемент, но все же, какие мы чувствуем запахи, ощущаем. Если, например, воспринимаем новую для нас культуру, то какие вкусы, цветовые сочетания или звуковые сочетания. Ну вот, например, в отношении запахов можно привести особенности национальной кухни разных народов. Например, в американских домах обычен запах вареных яиц, сваренных вкрутую. И этот запах не вызывает неприятных ощущений, но у многих представителей азиатской культуры этот запах невыносим, так как они не едят вареных яиц и не имеют возможности принюхаться к ним. Или, например, мы с осторожностью пробуем, может быть, для нас будут резкие блюда индийской кухни и так далее, где из-за большого количества специй, а наоборот, индусу, кухня других народов покажется пресной. Цветовые сочетания также очень сильно варьируются в зависимости от той или иной культуры. Нам могут не нравиться какие-то сочетания, узоры, или какие-то комбинации могут казаться слишком яркими или чересчур такими простыми. Слуховые предпочтения зависят от конкретной культуры. Именно поэтому так сильно отличается, во всяком случае, раньше отличалась музыка разных народов. И вот все эти факторы, они действуют совместно. И в результате они создают единую картину той или иной культуры. И оценка, которую мы даем этой культуре, зависит от соотношения приятных и неприятных сенсорных ощущений. Если приятных ощущений больше, то мы склонны оценивать эту культуру положительно. Если негативных ощущений больше, то, скорее всего, эта культура нам не нравится. Теперь поговорим о использовании пространственных отношений при коммуникации. Как распределяется личная территория, отношение человека к личной территории, к персонализации места, к объекту общения. Для нормального существования нам необходим определенный объем пространства вокруг, который является нашим собственным, по нашему разумению. И нарушение этого пространства может рассматриваться как вторжение во внутренний мир и как недружественный поступок. Поэтому общение людей всегда происходит на определенном расстоянии друг от друга. И это расстояние является важным показателем типа, характера и широты отношений между людьми. Ну а кроме того, дистанции партнеров по коммуникации зависят также от пола, расы, принадлежности к определенной культуре, конкретных социальных обстоятельств. Эдвард Холлс в результате своих наблюдений выделил четыре зоны коммуникации. Это самая распространенная классификация. Первая зона, интимная, она разделяет достаточно близких людей, не желающих посвящать в свою жизнь третьих лиц. Следующая личная зона, это расстояние, которое поддерживает человек при общении между собой и всеми другими людьми. Далее, социальная, это дистанция между людьми при формальном и светском общении. Ну а также публичная зона, это дистанция общения на публичных мероприятиях, например, собак на собраниях, там в аудитории и других. Давайте подробнее рассмотрим эти зоны. Интимная зона коммуникации наиболее близка к человеку, и в этой зоне он чувствует себя в безопасности и ощущает комфорт. Практически во всех культурах мира не принято вторгаться в чужую интимную зону. Поэтому многие люди с трудом переносят ситуации, когда кто-нибудь без разрешения до них, особенно незнакомый человек, похлопывает по плечу, дотрагивается. То есть человек сам определяет, кто может быть допущен в его интимную зону. Зоны интимной дистанции отличаются друг от друга в зависимости от той или иной культурной среды. Например, в западноевропейских культурах она составляет около 60 сантиметров. В культурах восточноевропейских народов эта дистанция меньше, приблизительно 45 сантиметров. Ну а в странах Южной Европы и Средиземноморья это расстояние может максимально сократиться, то есть оно может быть от кончика пальцев до локтя. Для процесса коммуникации очень важным является личное пространство, вторая зона, непосредственно окружающее тело человека. Эта зона составляет 45, ну от 45 до 120 сантиметров, и в ней происходит большая часть всех коммуникационных контактов человека. Это оптимальное расстояние для разговора, беседы со знакомыми, для общения на приемах, официальных вечерах, дружеских вечеринках. Личное пространство также зависит от особенностей культуры и характера отношений между людьми. Исследования по коммуникационной проксимике, проведенные в семи странах Европы, показали, что для личного общения англичане используют больше пространства, чем французы и итальянцы. В свою очередь, французы и итальянцы используют больше пространства, чем ирландцы и шотландцы, а армяне и грузины при общении располагаются ближе, чем эстонцы. Это именно по тем странам, которые были исследованы. Незнание границ личной зоны при межкультурном общении может привести к межкультурному конфликту, поскольку люди разных культур испытывают дискомфорт из-за незнания личной дистанции своего собеседника. Так, латиноамериканцы обычно общаются, находясь в зоне для них личной, а для североамериканцев интимной, поэтому первые считают вторых сдержанными и холодными. Нарушение личного пространства одно из самых больших культурных потрясений для американцев, например, приезжающих в Россию, где в общественных местах у нас очень часто нарушается личное пространство. И также известно, что представители западной культуры неохотно садятся втроем на заднее сиденье автомобиля. Если в учебной аудитории достаточно места, то, например, западноевропейские студенты обязательно сядут через одно место друг от друга, в то время как в нашей культуре, в общем, скорее всего, студенты сядут рядом за одну парту. Следующая, социальная зона, означает расстояние, которое поддерживается при общении с незнакомыми людьми или при общении с малой социальной группой. И это расстояние составляет от 120 до 260 сантиметров. Она наиболее удобна для формального общения, поскольку позволяет ее участникам не только слышать партнера, но и видеть его. Поэтому такое расстояние принято сохранять при деловой встрече, совещании, дискуссии, пресс-конференции. Социальная зона непосредственно граничит с личной, и в ней, как правило, происходит большая часть формальных и служебных контактов. В этой зоне осуществляется общение, например, учителей и учеников, начальников и подчиненных, обслуживающего персонала и клиентов. И здесь очень важно интуитивное чувство дистанции общения, поскольку при нарушении социальной зоны бессознательно возникает отрицательная реакция на партнера, психологический дискомфорт, которые также могут привести к неудачной коммуникации. И, наконец, публичная зона, означающая расстояние, предпочтительное при коммуникации с большой группой людей, с массовой аудиторией. Эта зона предполагает такие формы общения, как собрания, презентации, лекции, публичные речи. Публичная зона начинается с расстояния от 3,5 метров и может простираться на внушительные расстояния, но в пределах сохранения коммуникационного контакта. Поэтому публичную зону часто называют «открытой». И у нас осталась хронемика, которая означает использование времени в невербальном коммуникационном процессе. Для общения время является не менее важным фактором, чем слова, жесты, позы и дистанции. Восприятие и использование времени является частью невербального общения и, разумеется, различается в разных культурах. Критерием отношения ко времени в разных культурах служит, например, величина допустимого опоздания. Общие собрания в африканских деревнях начинаются только после того, когда соберутся все жители. То есть люди ждут опаздывающих. Если же, например, в США вы опоздаете на важную встречу, то это может, вообще не может, а оценивается как отсутствие интереса к делу, как оскорбление для партнера. А вот в Латинской Америке опоздание даже на 45 минут это обычное дело. Поэтому встреча бизнесменов из США и Латинской Америки может закончиться неудачно из-за незнания особенности использования времени в другой культуре. Перейдем к паравербальной коммуникации. Третий вид межкультурной коммуникации. Когда мы общаемся, ни одно произнесенное нами слово не является нейтральным. и смысл высказывания может меняться в зависимости от интонации, ритма, тембра, фразовых и логических ударений. И все эти звуковые элементы передачи информации получили название паралингвистических средств. Что это такое? Это совокупность звуковых сигналов, сопровождающих устную речь, привнося в нее дополнительные значения. При паравербальной коммуникации определенная часть информации передается через голосовые оттенки, которым в разных языках придается определенный смысл. С помощью голоса можно выразить также основные эмоции, можно выразить эмоциональное состояние, показать доброжелательную настроенность, тревожность, уверенность, заинтересованность. Назначение паравербальной коммуникации заключается в том, чтобы вызвать у партнера соответствующие эмоции, переживания. Для чего? Для того, чтобы также достигнуть определенных целей. Такие результаты обычно достигаются с помощью таких паравербальных средств общения, как кроме тех, которые я перечислила, то есть тембра, высоты, также громкость голоса, и все это относится к просодике. Паузы, кашель, вздох, например, смех или плач, это относится к экстралингвистике, то есть это те звуки, которые мы воспроизводим с помощью голоса. Средствами достижения эффективной коммуникации здесь служат следующие характеристики человеческого голоса. Скорость речи, она может быть медленной, немного замедленной, быстрой и очень быстрой. От скорости речи зависит степень восприятия говорящего партнерами по коммуникации, то есть оживленная, бойкая манера говорит, говорить зависит, вернее, свидетельствует скорее всего об импульсивности человека, или говорит об уверенности в своих силах. Или же спокойная, медленная манера речи может указывать на невозмутимость, на рассудительность или просто на хорошее настроение. Считается, что нормальная скорость речи человека составляет 140-150 слов в минуту. Следующая характеристика это громкость речи, которая является выразителем чувств человека. По показателю громкости речи она может меняться в диапазоне от очень тихой до крика. Большая громкость присуща все-таки каким-то искренним побуждениям, искренним чувствам или самодовольствам, а малая громкость может указывать нас сдержанность, такт или нехватку жизненной силы или слабость человека. В обычной обстановке общения следует говорить с нормальной громкостью, поскольку спокойный голос снимает напряжение и побуждает интерес к общению. Следующая характеристика артикуляция. Разумеется, ясное четкое произношение слов свидетельствует о потребности человека в ясности, о его внутренней дисциплине, а напротив неясное произношение может свидетельствовать об уступчивости, если это не дефект речи или о неуверенности. Далее высота голоса. Голоса различаются у всех, выделяют невзрачные или обычные голоса, или голоса не привлекающие внимания, но при этом высота голоса все же зависит от возрастных, половых и индивидуально личностных особенностей человека. У женщин и детей голосовые связки короче и тоньше, чем у мужчин, поэтому высота голоса у них выше. Некоторые наблюдения показывают, что фальцет зачастую присущ человеку, у которого мышление и речь больше основываются на интеллекте. Грудной голос является признаком повышенной естественной эмоциональности. может быть какие-то наблюдения показывают, что высокий поразительный голос может быть признаком страха, волнения зачастую. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели виды коммуникации. Последний тип коммуникации, вид коммуникации это паравербальная коммуникация, которая основывается на тональных особенностях языка и на основе чего уделяют тихие и громкие культуры. Весьма важную роль в коммуникации также имеет молчание. То есть в разных культурах представление о том, сколько молчания необходимо для адекватного общения, оно разнится. Считается, что, например, американцы не выносят длительных пауз и пытаются всегда заполнить их говорением. Поэтому иностранные журналисты или бизнесмены, которые едут в США, во всяком случае раньше, они получали, чтобы получить необходимую информацию, их инструктировали. То есть делайте затяжные паузы и американцы вам сами все расскажут. И еще одно средство паравербальной коммуникации это манера. В некоторых культурах говорят много, в других лаконично, не используя слишком много слов. В ряде культур содержание сказанного имеет второстепенный характер. В некоторых культурах больше отдается игре слов, например, такая манера у арабов, как в языке и литературе которых содержание значения сказанного не является главным. больше отдается внимание игре слов. Ну и также в арабской культуре люди любят выражать одну и ту же мысль разными словами. Так, сегодня мы завершаем к практическому занятию. Подготовьте, пожалуйста, примеры на эти виды коммуникации. Собственные наблюдения, поделитесь ими, пообщайтесь со своими знакомыми, в семье. На сегодня все. До свидания. До свидания.